Уже много лет между учеными ведутся споры по поводу языковой принадлежности скифов. Одни ученые, такие как Рыбаков и Артамонов, считают скифов ираноязычными. Другие ученые, такие как Хасан Гата Аль Габаши, Хади Атласи, Авраам Феркович, Садри Максуди и Заки Валиди Тоган, утверждают, что все скифско-сарматские народы были сюркоязычными. Однако на каком языке разговаривали скифы и какую роль они сыграли в формировании крымско-татарского народа, нам предстоит выяснить. Греческий историк Геродот со ссылкой на поэта древних времен Аристея писал, что, цитирую, на северных берегах понта жили кемерийцы. Севернее их скифы. Конец цитаты. Описывая скифов, Эсхил отмечал, цитирую, «Из кумыса сыр едят, то скифы справедливые». Конец цитаты. Геродот указывал на звания злаков, бобовых и огородных культур, которые выращивали скифы. Богдай – пшеница. Соган – лук. Сарамсак – чеснок. Берджимек – чечевица. Тюй – проса. А головной убор скифов назывался башлык. Геродот, описывая скифских богов, сообщает, что прежде всего скифы почитают Табити, богиню домашнего очага. Затем идет бог Папай, по одной из легенд прародитель скифов. У крымских татар имеется пословица «О тьмекке Папай Дэй». Если перевести на русский, то получится «Хлебу говорит бог». Обычай у крымских татар «не стричь ногти на ночь», возможно, перешел от скифов, так как скифы никогда не стригли в темное время суток ногти. Многие средневековые путешественники и послы называли крымских татар скифами. Так в письме итальянца Альберто Камнензи к папе Клименту VI, написанному в 1523 году, говорится «Скифы, ныне называемые татарами, народ кочевой, из давних времен славящийся своим воинственным характером». В середине XVI века венецианский посол Марко Фоскарино в своем донесении о Московии, описывая окружающие Московию народы, отмечал, цитирую, «К востоку живут скифы, которые называются ныне татарами». Конец цитаты. Михаон Литвин в 1550 году писал, цитирую, «Хотя татары считаются у нас варварами и бедняками, они, однако, хвалятся умеренностью жизни и древностью своего скифского племени, утверждая, что оно происходит от семени Авраама, и они никогда ни у кого не были в рабстве, хотя иногда бывали побеждены Александром, Дарием, Киром, Ксерксом и другими царями и более могущественными народами». Конец цитаты. Посланник английской королевы Джилльс Флетшер, описывая крымских татар, отмечал в 1591 году, цитирую, «это тот же самый народ, который греки и римляне называли иногда скифами-номадами или скифами-пастухами». Конец цитаты. Посол английской королевы при русском дворе сэр Джером Гарсей называет крымское ханство «великим скифским Крымом». Что касается скифских курганов, то их на территории крымского полуострова достаточно много. Сейчас на фотографии вы видите скифский курган, расположенный близ села Шубино. Однако сейчас этот курган, к сожалению, находится на грани исчезновения, так как он расположен посреди поля и на нем сажают ячмень. Под тяжестью комбайнов и тракторов он с каждым годом становится все меньше и меньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова